Всем привет, друзья! Меня все так же зовут Герман Эль Классико и сегодняшний ролик будет про старичков Амкала. Мы давным-давно хотели уделить ребятам внимание, потому что они заслуживают этого. Ну а вы под прошлым роликом наставили нужное количество лайков. Давайте так, если под сегодняшним выпуском вы набираете 50 тысяч пальцев вверх, то я обещаю, что на следующей неделе выйдет новый видос в похожем формате, но про новых игроков. Да, и пока мы не начали, стоит напомнить, что новости про закрытие Ютуба учащаются каждый день. Мы видим сообщения в СМИ, которые не могут не пугать. И если вдруг что, то всегда помните, что мы собираемся в нашем Телеграм-канале. Там есть все новости Амкала, там есть вся информация про прямые эфиры, стримы и про все-все-все новости вообще всего блогерского комьюнити. Поэтому первая ссылка в описании. Обязательно ныряйте туда и подписывайтесь на Телегу, чтобы не пропускать ничего. Когда обычно оказываешься вот в подобных ситуациях, когда такой формат, ты вот это вот все смотришь и люди кажутся где-то слишком переигрывающими, что ли. Но я сейчас тоже где-то мысли в голове прокрутил, в эмоции свои закопаться, что для меня Амкал. Сложный вопрос, потому что очень много дней, очень много матчей и как-то это в пару фраз трудновато закомпоновать. Когда это все начиналось, казалось, что это на один-два там ролика и какая-то, ну там товарняк какой-то будет, может быть. А потом раз – матч, а потом раз – второй. Я должен быть в какой-то степени проекту благодарен, потому что он в максимально позитивном ключе мою жизнь изменил. В Амкале, знаешь, как будто всегда можно найти с кем переговорить, как будто уже вот стак своих абсолютно людей. Весь движ, который был второй, третий сезон, стадионы, выезды, ну выезды, наверное, вообще самый топ был. Путешествия, ну не знаю, это прям, просто это вот прям мое. Я, конечно, опять же, не до стадии, как вот Санек себе на экраны ебашить, но логотип, который в следующем сезоне поменяется. Но типа что-то на уровне. Проект Амкал на самом деле очень уникальный в своем роде, и другие команды всегда будут равняться на нас. Если можно так выразиться, то Амкал всегда будет флагманом в медийном футболе. Наши изменения, они просто необходимы для того, чтобы мы развивались, а не стояли на месте. Абсолютно все, кто занимаются этой движухой, всегда будут сравнивать себя с Амкалом. Говорить, что они лучше, такие же, хуже, неважно. Но понимаем, что если мы будем стоять на месте, то это не приведет к никакому развитию. На деле и я, и весь наш большой продакшн, кто занимается выпусками Амкала, мы понимаем, что на нас лежит ответственность. И обязательно нужно всегда показывать новый уровень. То есть даже если ты считаешь, что сейчас это максимум, то проходит месяц, и тебе нужно его как-то перепрыгнуть, показав, что есть еще куда двигаться дальше. Мне кажется, показательная история для любых начинаний, что ты занимаешься своим делом, делаешь его старательно, с душой. У тебя получается что-то, и приходят со временем какие-то, наверное, и деньги, и какая-то популярность. Мне кажется, хороший пример, как нужно делать что-то с нуля. Я максимально далек всегда был от профессионального спорта, от футбола, какие-то сборы и так далее. А тут вот все это есть, играешь на крутых полях постоянно, ездишь по разным городам. Вот последний выезд, когда в Сибирь был у нас, я просто открыл карту и посмотрел вот Севастополь, из которого я родом, и где Красноярск. Я просто смотрю на все это, обалдеть. Насколько я далеко от дома, ну, я не беру Москву, я беру вот именно то место, где я родился. Амкала-то где-то и путешествия. Это люди, которые оказались в моей жизни, с которыми я по-своему сдружился. Они меняются, этот коллектив, да, согласен. Кому-то это может не нравиться, но тоже новых людей, новые знакомства для себя открывать всегда интересно, по-своему приятно. И со старичками тоже поддерживаем, отношения хорошие. Ну, видно, что ребята, наверное, имеют больше авторитет в команде. Какого бы мнения у меня не было своего, я там всегда прислушиваюсь. Просто спасибо им за то, что они есть, за то, что они все это организовали, за то, что именно их полюбили люди, подписчики. Ну, их любит публика и вообще они прибавляют, я думаю, от сезона к сезону. То есть я помню, какой финн приходил в начале. Много пихал всем, иногда даже не по делу. Меня это немножко бесило, честно, но сейчас, не знаю, мне кажется, он прибавил очень сильно. И вот он на фоне меня, я про него говорю. Мы, по-своему, были больше вовлечены, наверное, чем остальные старички, которые, ну, именно с FIFA пришли. Которые тоже хотели, наверное, в этом всем участвовать, но где-то свои какие-то планы не позволяли постоянно на тренировке ездить. Хочется расти вместе с этой командой, хочется ей соответствовать. Ну, наверное, два стримера, два таких активных блогера, которые в любой сфере себя чувствуют отлично. Спирюков так это вообще человек, который не умеет отдыхать. За меня пускай другие говорят. Я слабо себя уже представляю без Амкала. Вот, наверное, поэтому так. Я настолько прикипел, что уже как будто бы уйти. Для меня это прям, ну, не знаю, странно. Почему? Я не вижу поводов уходить. Но мы, наверное, все их не видим. Так, сейчас надо внимательно послушать. Дебетовая карта от Tinkle Black в лимитированном космическом дизайне от Lazy Square. Она не просто красивая, она экономит и зарабатывает для вас. Хотите услышать про преимущества? Все очень просто. До 15% кэшбэка на 4 выбранных категории трат. Если что, их можно выбирать каждый месяц. Доступны бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона. До 30% кэшбэка при совершении покупок у партнеров. А кэшбэк приходит настоящими рублями. До 7% годовых на остаток, которые приходят каждый месяц. А еще вы можете получать больше дохода от сбережений. Для всех клиентов есть служба поддержки, которая отвечает постоянно 24 на 7. Ну, а связаться с ней вы можете через приложение. В остальном вся нужная информация находится в описании, где что искать вы прекрасно знаете. Легкая, втягивающая тренировочка, чтобы опять же после 4 дней выходных втянуться, прийти в рабочее состояние. Ну вот, и готовимся к матчу на спорте. У пары разбиваемся. Синяя фишка один, напротив белая фишка другой. Старые форматы — это, безусловно, атмосферно, лампово. Но просто вспомните, какие были выпуски по 10 минут, снятые на одну камеру. Абсолютно никак не раскрывали игроков. И если вы сейчас увидите вот с новой командой выпуск, снятый по-старому, то вы, конечно, вряд ли его выдержите. Смотря старые выпуски, ты видишь, как сильно мы ушли вперед. И понимаешь, насколько это было необходимо. Конечно, есть ощущение, что мы движемся семимильными шагами. Как-то все это очень быстро протекает. Как будто бы первые выпуски команды Германа — это было, я не знаю, лет 15 назад, а не 4 года. Тут просто представьте, что вот есть эта команда первого сезона, и вы просто понимаете, что вы смотрите там первый матч, они там, допустим, проебали. Второй матч они проебали, третий матч они проебали. Типа на четвертый, на пятый матч вам будет интересно смотреть. А тут же как бы вероятность хайлайтов меньше, да? То есть вам бы просто в какой-то момент надоело бы следить за проектом, потому что он не видоизменяется. А это вы, даже если вы себе не отдаете в этом отчет, не проговариваете это вслух, все равно, я уверен, подсознательно вы ждете какого-то, ну, чего-то новенького, чтобы оно вас удивило. В старом Амкале я больше помогал, больше поддерживал, больше, так сказать, страховал, дорабатывал за других. А в новом Амкале мне нужно больше не мешать, наверное. Больше сильных появилось качеств футбольных у людей. И просто, наверное, нужно найти моменты, где их грамотно соединить. Ну и плюс это абсолютно, мне кажется, адекватная история любого проекта, который просто не хочет стоять на месте. Возможно, если бы Амкал был бы в том же виде, в каком он был в первом сезоне, типа такой на коленочке, по 9 минут ролики, ну вот, возможно, как бы он на сегодняшний день уже не цеплял бы столько народу. Амкал, амкал, амкал. Куда ты передачу пошел, блядь? Отменяйте! И откуда? Пара сюда! Стас туда! Иди, вот право, да! Ебит! Стой! 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 Все движухи Амкала не были бы возможными, если бы не наш легальный партнер Paribet. Обязательно помните, что в сетке событий вы найдете футбол, баскетбол, волейбол, киберспорт, вообще любой спорт, который вас может заинтересовать. Мне больше всего нравится следить за Лигой Чемпионов и Лигой Европы. Они самые непредсказуемые, но зато там самые крутые коэффициенты. Где что искать, вы прекрасно знаете. И помните, что регистрируясь по нашим ссылкам, вы поддерживаете не только Paribet, но и Амкал. Вряд ли могу сказать, что я не обращаю внимания на комменты. Я их читаю, я еще и долбанутый, я их все читаю реально зачем-то. Ну, то есть я там, тысяча комментов будет под моим условным роликом где-нибудь. Я почитаю реально всю тысячу. Мне долго было важно то, что про меня пишут, меня это задевало по-своему, потому что ко мне, как правило, складывается прям жестко-негативное отношение еще. Как-то вот, ну, так повелось изначально. Кусто меня жалуются. Ну, а что ты орешь, блин, по каждому моменту, блин? Я эмоциональный просто. Да при чем тут Усейн Болт? Высокий блок, я говорю, чувак, высокий блок. Вы там встречать, вы дали. Я выражаю свои эмоции, делаю это достаточно ярко. Но при этом всегда, если что, готов извиниться, если человек это задевает. И со временем тоже как-то по-другому начал смотреть на то, что пишут. Ну, наверное, аспект поддержки для меня супер важен. Не столько для удовлетворения эго, сколько мне психологически очень это нужно. То есть был какой-то момент МКС вот 21-го года. И после него я почувствовал прям лютую поддержку в свою сторону. Здесь вот он прям как будто, знаешь, саккумулировался в один единый шквал сообщений добрых. И в директах там, и ИРЛ много раз что-то говорили. Вот это меня заряжает. И, например, для меня было супер обидно, когда я начал чувствовать, что вот этот вот, знаешь, вот этот единый ком поддержки и любви, когда я просто понимаю, что я типа этих людей подвожу, потому что они ждут, знаешь, какого-то результата, там, ну, блядь, ну, хотя бы даже, знаешь, точной передачи, ну, какой-нибудь такой херни. Вот. И я начинаю понимать, что этот шар вот, вот он был такой большой. И тут он просто, я понимаю, что он начинает, там, знаешь, когда уже люди, которые в меня люто верили, когда они уже перестают верить, этот вот немножко сдувается, этот шарик, я такой, блядь, типа... И здесь форзяр, завершением надо было, ну, форза! Брат, ты запуталась что-то. Нет. Нет, ты переставишь мне. Что-то запутался человеком. Помните момент, когда... Скураться не забил, вот, ноги там. С тех пор. Сейчас развяжем. Он не хочет забивать, на самом деле. Если бы он хотел, он бы уже давно забил. Я как будто и не хочу забивать. Был бы рад, если бы у меня там раз в несколько матчей были бы передачи конкретно на Леху Гасилина. Но, типа, сам бы я не забивал. Когда я малой был, и мы, знаешь, там, с отцом и, там, его, там, коллегами, друзьями, они собирались, там, условно говоря, раз в неделю на паркете поиграть. Я все время, ну, ты играл с ними. Мы с отцом, я не знаю, почему он, типа, ввел вот именно такую политику. Он говорил, типа, давай собирать баллы за игру. Говорит, типа, гол это один балл, а передача это два балла. И он мне до сих пор это припоминает, чтобы ты понимал. Ну вот, и у меня почему-то это отложилось. Я как будто вот, ну, передачи, которых у меня там за все сезоны, блядь, на самом деле, по пальцам и на руки пересчитать, но я их все равно больше как будто ценю. Я больше бы даже, наверное, передача была бы счастлив. Не, ну, фразерзор — это обаяние, правда. Я клевал людей. Мне кажется, что все люди, которые с ним общаются, или хотя бы чуть-чуть разговаривали, хотя бы разочек, они все хотят его очень сильно обнять. Я не знаю, почему, но мне кажется, что Форза — один из немногих игроков Амкала, кто имеет свою аудиторию на стадионах. То есть есть ощущение, что многие ребята на трибунах приходят не ради других игроков, а ради конкретно Форза, ради того, чтобы он появился на поле. Его главная проблема — это небольшая неуверенность в себе. Он иногда как будто вот добегает до мяча и резко тормозит, долго думает, что сделать, и не понимает некоторые стенки. Но я думаю, что это, скорее всего, из-за того, что он с нами не тренируется. Я много раз видел его на тренировках, и, блин, он имеет просто какое-то идеальное соотношение роста, веса и вообще строения тела. Он быстро бежит, он умеет работать с мячом на тренировках, у него это получается. Но мы видим, что как только в игре происходит экстренная ситуация, он часто боится на себя взять лишнее касание, хочет побыстрее избавиться от мяча. И мне кажется, что сейчас вот с этим есть большой прогресс. Вот эти шутки в комментариях на тему того, что забьет или не забьет Форза, уже превратились в голевые действия. Мы видим голевые передачи, в целом пасы, после которых забиваются мячи, и это уже стало системным. Бля, не, если Форзиар забьет на спорте, можно, блядь, заканчивать вообще, реально. Я считаю, что в этот же момент можно давать три свистка и уходить из поля, потому что, ну, типа, лучше не будет. Газ! Гольдер! Когда я собрал команду и в первом же матче сломал ногу, нужно было срочно найти человека, который возьмет на себя роль капитана. Мне нужен был лидер, который будет достаточно авторитетен и на поле, и за его пределами. И эта роль идеально подошла себе скане. Тебе давай... Тебе вправо, да, задаю? Олег, соберись, блядь! Левенько, хоп! Правенько, хоп! Чуть неудобно. Бис, а пожестче мне надо отдать. И еще левенька также. Вот левенька поработает, да. Нашел пробелы в системе. Он сразу же с первого матча стал думать не о себе, а об успехах команды. Он начал отрабатывать за всех, выполняя колоссальную работу, подсказывая всем, помогая ребятам получать удовольствие от футбола. И если вы вспомните, он никогда не играл в обороне, когда играл когда-то в футбол профессионально, а в Амкале ему пришлось играть на позиции центрального защитника, чтобы просто заткнуть нужную дырку и чтобы перед ним была вся команда, и ими можно было как на шахматной доске управлять, помогая, находясь на поле. Отличие русских от бразиков, знаешь, какое главное я заметил, что в процессе тренировки мы сейчас делаем легкую какую-то штуку, передачки, и половина игроков заебывается, когда уже футбол. А бразик кайфует от каждого, думает, блядь, нихуя, как плюму отдам. В каждый пас вкладывается. А наши, блядь, так, ну я сделал 8 передач, и все, блядь. Почему нельзя просто 7 минут за квадрат встать? Можем просто. Нет, блядь, просто почему-то за квадрат встать. В КБР мы так и делаем, если что. Спасибо, чем больше других достается черновой работы. И если сейчас, когда есть прямые трансляции или там ролики, где показывается инстат, вы можете увидеть эту работу и увидеть все действия, которые делал Сибскана, то раньше, когда ролики были существенно короче, и мы оставляли только опасные моменты, просто колоссальное количество моментов в Сибскане, они просто вырезались. Ну, то есть мы их даже не показывали, мы их не обсуждали. Ну, потому что работа в центре поля, это не так интересно, как голевые моменты, какие-то промахи, какие-то смешные штуки. Поэтому кажется, что Сибыч стал больше раскрываться с моментом, как мы модернизировались, как мы поставили больше камер, как мы стали увеличивать хронометраж. И сейчас его работа действительно ценится. Самое главное эпитет – это надежность. Здравствуйте, с кем? С Михалычем? Не-не-не, у нас еще один. С тобой спиной. С тобой. Согласен, да. Или хотя бы сошь. Слушай, Сибыч разъебащий – самый лучший капитан, его мотивационная речь в кругу. Вот в каких командах я был, во многих, вот самая лучшая речь в кругу мотивационная – это у Сибыча. В нужный момент может подпихнуть и пендели дать, даже мне в какой-то тренировке это было, когда я там хернёй какой-то занимался. То есть он все очень грамотно делает, мне кажется, идеальный капитан для команды. Все изначально проще, когда я беру слово, в принципе, все прислушиваются. И это приятно. То есть вот какой-то авторитет все равно заработан, и мне проще доносить какую-то мысль. А так, исходя из этого, в принципе, я могу с человеком пообщаться. Но есть и минусы в этой схеме, есть и проколы. Потому что некоторые ребята слишком во мне видят какого-то, наверное, такого агрессора, что ли, или какого-то, ну, такого прям негативного чувака. И со мной, возможно, хотели бы поспорить, да, или как-то подискутировать, но стесняются, мне кажется. Хотя я, на самом деле, ну, далеко не такой уебан, как и бывает иногда в кадре. Он не такой, мне кажется. Поэтому я скажу, что это образ. Но, возможно, этот образ ему и помогает убирать какие-то просмотры. Но он не такой. Ну, в целом, я абсолютно с любым могу адекватно общаться. Даже с негативным персонажем. А уж тем более с любым из нашей команды. Но бывает вот такое, что, так сказать, не сразу в точке соприкосновения находится. Мы налазили взаимопонимание на поле, это, наверное, было самое главное. За счет чего и у меня пошла игра, и ему стало, может, проще со мной в центре играть. По-человечески, там, вне поля мы еще не начали общаться. Возможно, там просто какие-то командные мероприятия, пока только так. Видимо, какие-то у него были трудности жизненные, я думаю, на его пути, которые не позволяют ему сразу открываться людям. Тут ничего такого нету, плохого или удивительного. Ну, в целом, видно, что парень смышленый, и я очень рад, что он нашел в себе силы пойти на контакт с командой. Что можно сказать про замечательнейшую команду Амкал? В ней есть футболисты, которые в ней быть не должны. А какие это футболисты? Вы напишите в комментариях. У Финита просто фантастическая сила воли. Я думаю, все прекрасно помнят, с каким лишним весом он перебрался в Москву, и как быстро и оперативно он превратил себя в идеальную форму. И даже вот если мы вспомним недавнюю травму, где в матче с Сахалинцем на первых минутах он получил перелом ключицы. Справа есть открывание. Никита Финита. И там мяч, кажется, касается в руку футболиста Сахалинца. И вот из такого столкновения сейчас вот мы получаем первое небольшое повреждение. Очень быстрое восстановление. Каждый день тренировки и вуаля, как не бывало травмы, он уже в строю, уже готов так же биться, стараться. И мне кажется, что во многом показатель того, что Финита все еще нужен и важен команде, это его бешеное желание и любовь к футболу. Как же легко, как же легко, как же легко. Господи, я не захожу в квадрат, уже вечность. Мне кажется, что вот конкретно Никитосу точно супер идет на пользу, то, что команда со временем прогрессирует и становится сильнее. Он не любит, когда он где-то там слабее или чем-то уступает. Он будет до последнего на тренировках потеть, доказывая, что он ничем не хуже, я не знаю, того же Левшука, который недавно закончил школу Спартака. Финита готов со всеми биться на равных. И я не знаю, против какой команды мы не играем. Он иногда очень импульсивный, иногда может поорать, с кем-нибудь поругаться. Но, возможно, именно вот этот момент и заставляет его вырабатывать вот эту силу воли, которая позволяет ему сражаться до последнего. Пока я в себе чувствую силы, несмотря на то, что не молодею с годами, несмотря на то, что ребята приходят футбольно сильнее, чем я, но я хочу продолжать оставаться в этом коллективе. Пускай где-то меньше играю, но как-то себя проявлять в этой всей движухе. Мне очень нравится, опять же, эта возможность ездить с командой, ощущать себя в коллективе. Мне это необходимо. То есть я в этом плане социализироваться как-то пытаюсь, чего мне не хватало очень сильно, ну, всю мою жизнь до Ютуба, в том числе, каких-то вот дружеских отношений, контактов и так далее. У нас что, микрофон на поле на тренировке получается? Это то, что я хотел реализовать все сезоны Амкала. Ты говорил, нельзя отбить твое добивание. Не считай. Действительно, он пропускает это через себя и колоссально переживает. Я помню момент с прошлого МКС. Он выронил мяч после штрафного, после которого нам забили. Я понимаю, вся команда праздновала победу над Тудро. Но Жека настолько сильно загнался, что он уехал самый первый. Он переживал, он работал с психологом. Он очень любит самокопаться. И, поверьте, никто так не самокритичен, как Спиряков. Он всегда считает, что он мог сыграть лучше, даже если он сыграл идеально. Давай-давай-давай. Сами это закрутили и не заметили, наверное, в какой момент зритель стал серьезно хавать. Потому что раньше мы такие, типа, вот эти шутки про, там, слушай, пропусти кого-нибудь, так пропустить мне легко. Ну и там вот это вот все, такие вот штуки. Мы сначала это делали, потому что нам было смешно. В какой-то момент зритель уже начал реально это, ну, как бы, шутить. Точнее, уже не шутить. То есть они стали действительно это за чистую монету. Ну и второе, это все мои проекты, связанные с, там, профессиональными командами, профессиональным футболом. Они людям дали лишний повод прикопаться, скажем так. Но Тведя не тренируется. Он показывает, как он бухает. Когда я, там, в Ногинске прошу у него замену. Он говорит, сейчас докурю. Вот я только вот, ну, в этот же момент реально был за билбордом и курил сигарету. И он после этого выходит. И дай бог что-нибудь даже если отбивает. Ну, естественно, что все такие, ну, вот, красавчик, смотри, он же отбил, хотя он ничего не делал. Они вообще упускают тот факт, что вообще-то у Федя футбольная школа. И, ну, то есть, типа, да, он там не тренируется, но он часто играет в футбол. Он в УФЛ каждые выходные двигается. Ему прощаются все грехи, потому что он еще, ну, он очень качественно умеет отшутиться над ними сам. Человеку, кстати, уже 44, просто для понимания, да? Человеку, да? Наверное, логично, а с другой стороны, обидно, что когда что-то хорошее делаешь, вообще никто не замечает. У меня нет ожидания хороших комментариев. У меня есть такое, типа, ну, интересно, в этот раз меня за что-нибудь отхерачат или нет? То есть, ну, я уже такой, типа, ну, ну что, где вы? Ну, я не всегда находится, ну, это правда. Ну, так вот. Как мне говорили, Женя самый большой критик самого себя. То есть, он сам себя грызет из-за ошибки, из-за неудачной матчи. Так что, я думаю, комментарии это не так сильно важно. Просто, наверное, из-за того, что Жеки спросьбаешь. Вообще, для Жеки очень важно чувствовать себя нужным. Ну, как и любому другому человеку. Но Жеки почему-то особенно достается в комментариях. Есть ощущение, что есть зрители, которые прям действительно ждут, когда Жека ошибется, чтобы написать какой-нибудь гневный коммент. Но при этом все его сейвы и положительные действия воспринимают, ну, как должное. То есть, как будто бы шутка про то, что Жека может пропустить, она переросла в мем веселый. Ребята сами того не понимают, начинают душить Жеку. Я Женьку очень люблю. Единственное, бывает у нее психи пару, там, раз. Но это из-за того, что он реально переживает очень и очень ответственно подходит к своему делу. Так что, Женечка, я тебя люблю, у тебя все получится. Я не знаю более трудолюбивого человека. Мы хорошо дружим, и наши жены часто шутят, что ни я, ни Жека, мы не умеем отдыхать. Получается, что даже отправляясь в какой-нибудь отпуск, это обязательно либо дополнительная работа, либо тренировки, либо еще надо что-то снять. И в этом плане я поражаюсь, как Спиряков умудряется все успевать. Помимо Амкала, это его магазин, это его ролики, которые также сняты по разным командам, разным городам. И на это на все тоже нужно большое количество времени. Если бы я был сосредоточен на чем-то одном, я бы чувствовал себя лучше, чем то, что у меня сейчас есть в плане того, что... Ну вот сегодня, например, я не был на тренировке Амкала, я был на тренировке в Ногинске, я физически не разорвусь, она там в 10.30 начинается, и тут в 11.00 я такой, ну, сори. Я не знаю, он вообще спит, и бывает ли он дома, заезжает ли он, я не знаю, поесть, помыться, поспать. Или он сразу двигается от места работы одного до другого. У меня нет ожидания хороших комментариев. У меня есть такое, типа, ну, интересно, в этот раз меня за что-нибудь отхерачат или нет? То есть, ну, я уже такой, типа, ну, ну что, где... Ну, и они всегда находятся, ну, это правда. Ну, так. А, блядь, блядь, блядь. Я ханю. Були, это правда. Блин, ну, тут, мне кажется, это не секрет. Ну, естественно, лучше всех я, наверное, общаюсь с Фиником. Ну, вот, с Лехой Гасилиным мы сейчас активно общаемся. С ним очень просто найти общий язык, и плюс, ну, мы там вот в Контор сейчас начали играть, и мы там какие-то рофлы у нас, знаешь, там уже локальные появляются. Мы еще в детстве, получается, мы одного года, не знали, что дальше будем общаться, играли против друг друга. Плюс очень много знакомых у нас в Питере. Поэтому так общаемся, общий язык мы всегда в Петербурге находим. Я очень рад вот этому вот нашему набору. Причем я в этот набор включаю как Млечного, Фила, так и Грома еще. И Прокопа еще, наверное, бы отнес, потому что Прокоп по-новому начал раскрываться, и с ним очень приятно. Были у нас какие-то тоже недопонимания с ним, где он, опять же, ну, шутку не так воспринял, слишком близко к сердцу я перед ним извинился, это все замяли, и он по-другому тоже начал раскрываться гораздо приятнее. А у нас, наверное, не было никогда каких-то таких, конфликтов, то есть у нас были просто, мы там не общались, как и со многими, когда я пришел. Потом он очень много меня задевал в матче с Сатурном, и на матче с СФК он подошел, говорит то, что, не знаю, заделали тебя это, но извини. Я говорю, да, заделай, но, типа, все, он ко мне подошел, я сказал, все, окей, типа, все нормально. Ну, понятно, что со стариками я больше общаюсь 100%, потому что, во-первых, я не молодой, во-вторых, они там в клуб пойдут тусить, я не очень хочу, например. Ну, типа, понятно, что у нас вот эта нить общения уже теряется. Но, с другой стороны, там, в тренировках, в играх, там, еще где-то в повседневном общении у меня нет дискомфорта в общении ни с кем. Это Герман классический, хитрая рожа. Наверное, ребята, которые остаются за кадром, которые не сильно попадают для зрителей в эфирное время. Это наши операторы, это Витыч наш красавчик, это Фикус Шмидт. Они, потому что очень многое делают, и они делают всегда. У них нет такого, что они где-то могут паузу взять или травму получить. Они не имеют права ломаться. Уни-ка, 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 уни-ка! СССР! Правильно, хоп! Правильно, хоп! А что должно произойти, чтобы ты искал все, хамкаун не для меня? Ну, первое, наверное, если я вообще решу с футболом закончить. Наверное, по объективным причинам я могу закончить. Это, во-первых, старость. Второе, если я почувствую, что я исчерпал себя здесь. А я могу здесь себя исчерпать, потому что любви зрителя к себе в массе я перестал чувствовать. Мне кажется, что от меня скорее ждут ошибки, чем радуются за какие-то достижения. Это довольно тяжелая штука, ну, ментально. То есть я понимаю, что там мне скажут, вот, да ты же футболист, что ты на это все внимание обращаешь. Ну, типа, мы же тут какие есть, мы же говорим, как есть. И, ну, на самом деле, когда ты ощущаешь, что зритель не то чтобы тебя поддерживает, это, ну, как бы такой себе. Или себя можно исчерпать как персонаж, возможно. Наверное, у всех есть срок какой-то годности. Когда это уже похоже на привычку становится, наверное, ну, тогда типа надо будет закончить. Ну, какое-то предложение денежное от других ребят или какой-то еще фактор такой вот левый, ну, не может повлиять абсолютно. А так, как бы я пока что кайфую. Даже если надо там ехать в Москву, потом в Красноярск, потом в Новосибирск, потом в Москву, а потом снова в Питер, типа я все равно кайфую. Ну, я очень рад, что я тебе не надоел за все это время. Прежде всего, я очень благодарен, что вы продолжаете смотреть меня, продолжаете смотреть ребят, которые вместе со мной вот это вот все время проходит, которые присоединяются к нам. Звучит, может быть, где-то громко для кого-то, но без вас все это точно не имело бы смысла. Поэтому мы так часто же и обращаем внимание на просмотры, подписки, лайки, потому что нам важно видеть, что вы все это смотрите, что вам это все интересно и получать какой-то фидбэк. Спасибо вам за то, что позволяете это делать. Мы очень надеемся, что вы посмотрели этот ролик на одном дыхании и немножечко вместе с нашими старичками зарядились вот этими ностальгическими эмоциями и готовы смотреть следующий контент, который будет в воскресенье, 17 апреля в 20.00. Прямая трансляция матча Амкау против на спорте. На нашем канале не пропустите, поставьте уведомления, чтобы не пропустить, не знаю, нажмите кнопку подписаться, чтобы у вас точно все отобразилось и вы не пропустили эту шикарнейшую битву. Увидимся в воскресенье. Ставьте лайк этому выпуску. Всем спасибо. Пока-пока. Я пошел. Субтитры сделал DimaTorzok